Ну что, все? Тепла нет, солнца тоже нет, а вот дождь есть. Но я не отчаиваюсь, ведь наступила пора красивых пальто, немного грустной музыки в наушниках и, конечно же, бесценного любования осенью. Разделю с вами эту красоту я, Анна Захарова, и программа «Молодежный проспект». В этом выпуске мы с вами потанцуем вместе с челябинцами, побываем на Байкало-Амурской магистрали и узнаем об интересном увлечении археологией. Так пасмурно! Чем же вас порадовать? Помните, в прошлом выпуске я рассказывала про подготовку флешмоба к дню рождения города Челябинска? Смотрите, что получилось, может быть, и себя там увидите. Повест jury в автопроquin! У нас в Плэс! По обесточенных лептах мои полчаса я толкаю сердце руками. Ты не будешь против наверняка, И я буду против едва ли Сомнений ноль, я теряю сны Я танцую, я танцую, танцуешь и ты Мои полчаса твоей ноготы Я танцую, я танцую, танцуешь и ты Танцуешь ты Эмоции просто переполняются Это что-то невероятное Только что на главной площади Челябинска Произошло по-настоящему историческое событие Больше 560 человек поздравили наш город с юбилеем А как это было? Давайте узнаем В начале августа возле поющего фонтана Стартовала подготовка к самому масштабному городскому событию года Организовать синхронный танец с участием более 500 человек Такую нелегкую задачу поставили перед собой Организаторы флешмоба танцу Челябинс Их оптимизмом заразились и сами челябинцы Тут движения предельно простые И они большим драйвом заряжают Когда выходишь и даже 2-3 минуты просто попляшешь, подвигаешься И сразу настроение поднимается Пришли здесь какие-то Ооо, это мое Все, и тут уже забились И внучка, и внук, и я вместе с ними Участники флешмоба не раз встречались в танцевальном зале Где они отрабатывали не только базовые движения Но и более сложные танцевальные элементы Первая моя репетиция, я вообще первый раз участвую в подобных флешмобах Ну, мне интересно, мне очень нравится Интересный набор движений, нам понятно все объясняют, рассказывают И все получается Я лично думаю, что это достойно 280-летия нашего города И это будет смотреться эффектно И многим понравится Позади десятки репетиций Большой объем проделанной работы И вот, наконец, финал Юбилей Челябинска Место действия – главная площадь города Ура! Мы это сделали! Это было круто, это было масштабно Это было едино И в этот момент я плакала, когда я смотрела флешмоб Потому что это было действительно нечто настолько крутое И настолько энергичное, что пробирала до самого-самого сердца Столько было энергии, было очень весело, очень круто Так заряжают, это прям в этом нужно участвовать Это очень круто, это реально, это прям шикарно Мне очень все понравилось, люди все замечательные Вести было просто, можно сказать, половина города Челябинска танцевала здесь Это здорово Действительно, все задуманное получилось Получилось даже, наверное, лучше, чем мы ожидали Чем мы представляли себе это Вот, даже, я говорю, в самом прекрасном сне такого не мог себе представить Конечно, подготовка такого масштабного мероприятия не могла обойтись без сложностей Так, во время репетиции организаторы акций изменили условия участия Чтобы поздравить город танцем, могли абсолютно все челябинцы Сложность у нас была в том, что не каждый мог прийти парой Мы сделали два варианта флешмоба Часть людей танцевали в парах И эту же хореографию мы развели на наших солистов дорогих И, собственно, половина флешмоба это были сольные танцоры Которые очень-очень круто, между прочим, смотрелись И мы подумали, почему мы с самого начала так не придумали Этот танцевальный флешмоб стал самым настоящим украшением праздничного дня Так челябинцы поздравили любимый город с юбилеем Мой любимый город, поздравляю тебя с юбилеем Поздравляю свой любимый, дорогой город с этим замечательным праздником С этим юбилейным годом, с праздником, дорогой Челябинск Любимый, родной город Челябинск Поздравляю тебя с 280-летием, с юбилеем Свети, расти и будь здоров! РМ-93 поздравляет Челябинск с днём города! Итак, челябинцы поздравили город с юбилеем. А мы в программу «Молодёжный проспект» присоединяемся к этому замечательному поздравлению и говорим «С днём рождения, Челябинск!» У меня, кстати, недавно учёба началась, и я очень этому рада. Скучала по ЮРГУ. Это сейчас сказано, кстати, не для кадра, а чистая правда. Но иногда, знаете, вот хочется взять, всё оставить и махнуть, пусть скажем, на Байкал. А вот студентка Оля Маякова и человек, который сейчас снимает эту программу Паши Песков, взяли и махнули. Байкало-Амурская магистраль. 200 железнодорожных станций и разъездов. Более 60 городов и посёлков. И почти 5000 километров. Согласитесь, цифры впечатляют. Но ещё больше удивляет то, что студентка ЮРГУ Оля Маякова в команде с оператором университетской телерадиокомпании Павлом Песковым поставили перед собой задачу преодолеть это огромное расстояние любой ценой. И сделали это, попутно сняв документальный фильм. Мы вместе с Пашей стали участниками пресс-тура, которые организовывали российские железные дороги. И, конечно, изначально, отправляясь в такую дальнюю командировку, мы с Пашей решили, что снимать информационный сюжет, а тем более один, что от нас требовали организаторы пресс-тура, но это не сказать, что неинтересно, просто мы едем очень далеко на 10 дней, и приехать с одним всего лишь сюжетом – это не совсем профессионально интересно для нас. Поэтому мы решили попробовать себя в немножко новом АПУА и снять фильм. Я очень обрадовался той возможности, которая предоставилась нашей команде, сделать интересный материал в необычном месте. Вообще я очень люблю любые поездки, и для меня это всегда замечательный повод проявить себя. По моему мнению, любое путешествие – это всегда положительные впечатления для любого человека, потому что я считаю, что каждому необходимо получать новые впечатления, а не сидеть дома, и это положительно сказывается на всех областях жизни, начиная от работы, заканчивая творчеством. Байкало-Амурская магистраль раскинула свои ветви на Дальнем Востоке, объединяя ключевые города Восточной Сибири. Преодолевали это расстояние ребята вместе с другими журналистами, которые также принимали участие в 10-дневном пресс-туре. Мы столкнулись с реалиями пресс-тура, когда вместе с нами работало еще 20 журналистов. Пришло понимание того, что очень тяжело работать, потому что все друг другу поначалу мешали. По моему мнению, сложностей вообще не было как таковых. Мне все настолько понравилось, что я бы даже сказал, скорее, вот веселые моменты и какие-то положительные переживания. В общем, все плюсы, они перекрывали те трудности, с которыми мы сталкивались. Вообще, весь этот край, он весь интересный, потому что он очень природно-разнообразный. То есть там встречаются реки, сам Байкал, тайга. Это очень все интересно. За время путешествия ребята побывали на многих интересных местах. Например, посетили Киркерийский комплекс, созданный специально для подачи воды в населенные пункты и предотвращения оползней. Побывали на двух противоположных берегах озера Байкал, а также на территории Абсадского месторождения, куда вход туристам запрещен в принципе. В первую очередь БАМ – это люди, и у каждого БАМ свой. Говорят, у меня неправильно выбран путь именно в направлении. То есть я почему-то двигаюсь все дальше, дальше, глубже, глубже в БАМ. Даже не знаю, честно говоря, вот когда закончил университет, было распределение, был вариант поехать домой, было предложение. Но почему-то я захотел именно попробовать свои силы, именно на северном участке БАМа. Почему-то вот просто захотелось попробовать испытать себя. Для своего документального фильма ребята начали искать интересных героев. Благо в Сибири недостатка в неординарных личностях нет. Нашли героев, поиск был достаточно интересным. То есть кого-то мы встречали случайно чисто, познакомились на каких-то стратегических объектах. Вы кто? Да я вот строитель первого моста, единственного через реку Оськот. Это у нас герой-представитель прошлого. И вот так, в принципе, мы с ним и записали интервью, то есть начали разговаривать по-человечески. Что касается второго героя, его мы искали через пресс-службу РЖД. Они нам помогли, мы им объяснили, что мы хотим сделать. Просили найти идейного человека, который горит своей работой. И они нам такого человека нашли. Даже договорились с ним настолько, что он не поехал на важную командировку, а согласился встретиться с нами. Об этой поездке ребята пока смонтировали несколько короткометражных фильмов. А работа над большим документальным проектом идет полным ходом. Свой фильм они планируют представить сразу в нескольких творческих фестивалях. Для любого человека счастье заниматься любимым делом. Вот я, например, в детстве мечтала стать ведущей, которая важно вещает с экрана. Ну вы поняли, да, что все сбылось? А герой нашего следующего сюжета тоже занимается любимым делом. Каким? Сейчас узнаете. Традиционно студенты-историки ЮРГУ на свою первую летнюю практику отправляются в археологическую экспедицию. Так Эдуард Мейер познакомился с полевой археологией. Памятники, конечно же, сейчас уже копают разные. А вот мы копали поселение Каменный амбар Ольгина. Вместе с археологами Екатеринбурга и еще ряда территорий, которые приезжали. Там такая была сборная большая разных мест. Но мы лично занимались изучением крепостной стены. Эдуард не стал себя ограничивать только одной археологической экспедиции, а побывал на раскопках еще дважды. Отдых от цивилизации, атмосфера палаточного лагеря, поле от горизонта до горизонта и практическая археология не могли не привлечь юного ученого. Не обходилось и без маленьких приключений. Допустим, у нас был случай на первой раскопках. Горел лес. Там бор карагайский, по-моему, если память название этого названия. И там, получается, дымоган поднимался вот прямо за сопкой, как будто. Вот там и здесь степь горит. Такой огромный черный дым. Ну и мы, получается, с ребятами побежали посмотреть. Может реально степь горит, затушим ее с речки водой, ведерно таскаем и хорошо. Или там вдруг придется лагерь двигать. И мы, значит, бежим, приберегаем первую сопку. Огонь опять за сопкой, как будто. Мы снова туда бежим. Ну вот, снова, снова, снова. В итоге мы полчаса вот так вот бежали через сопки туда. И поднялись наверху, увидели, что там где-то еще километров 40. Это узенькая линия леса. И вот из нее дым поднимается. Ну так все понятно, все, развернулись, пошли домой. Археологи, как только находят какую-либо вещь, очищают ее. И заносят в первичный каталог. Но обнаруженные кости отправляют сразу в лабораторию. Там же, в лабораториях, после всех экспертиз, любые находки пытаются собрать единый предмет, насколько это возможно. Все зависит, конечно же, опять же говорю, от находок. Некоторые находки уничтожаются в лабораториях. Ну, имеется в виду во время исследования. Потому что там нужно изучить внутреннюю структуру и так далее. Это, конечно же, подвергается очень сильному воздействию. Оказывается, археологам важны не только вещи, которые остались от людей прошлого. Им важен весь культурный пласт. Данные находки были найдены уже на рекультивируемом раскопе в отвале. То есть, возможно, какие-то студенты наши или Екатеринбургского вуза благополучно не заметили их из земли и выбросили в отвал. Данные находки уже выдернуты из своего исторического контекста. Они потеряны для истории, получается, и относятся к неучтенным. С детства Эдуард ходил в кружок по судомодельному спорту. С поступлением в университет кружок пришлось покинуть. Но полученные навыки и любовь к киносаге «Звездные войны» остались. Я и все, кто заканчивал вместе со мной, столкнулись с проблемой, что интеллектуальный труд хорошо, а вот руки-то чешутся, нужно что-то делать. Я лично наткнулся как-то на одном из сайтов, на инструкции по крафтированию, как говорят косплееры, данной формы имперского штурмовика. Ну и, в частности, решил попробовать сделать шлем. Получилось, как получилось. Сейчас Эдуард учится в магистратуре Южноуральского государственного университета и в его планах написать и защитить диссертацию названия кандидата исторических наук. Вроде на улице так холодно, а я сейчас поговорила, с вами стало очень тепло. Надеюсь, вы чувствуете этот посыл радости, доброты и тепла, который согреет вас даже в самую холодную зиму. Заряжала, заряжаю и буду заряжать вас счастьем. Я, Анна Захарова и программа «Молодежный проспект». Редактор субтитров А.Семкин